Вкусный, мягкий, ароматный. Без него и трапезы не в радость. 25 тонн хлеба в день производит Ивановский хлебокомбинат «Риад». Со знакомительным визитом на предприятие приехал губернатор Павел Коньков. Хлеб Дарницкий, городская булка, Ивановский батон. Сами пекут, сами развозят по торговым точкам. Очень ценю, что они все больше и больше продукции сегодня делают из своего сырья. То есть получается как бы сквозной холдинг, начиная от сельскохозяйственного производства и кончая выпечкой хлеба. У Риата в регионе три хлебокомбината. В Иванове, Приволжске и Кинишме. Все вместе на рынок Ивановской области они выпускают 25% хлеба. Постепенно, год за годом, идет модернизация производства. Сейчас на очереди Ивановский завод. Здесь установят современную ротационную печь, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. Впрочем, хлеб – штука консервативная. Новые сорта потребитель не всегда принимает на ура. Мы пробовали выпускать немецкие сорта хлеба. Очень маленькое потребление, очень маленькое. И мы не видим его роста. Вот пробовали белорусские сорта хлеба выпускать. У нас один хлеб прижился. И сейчас мы продолжаем разработку новых сортов, которые, может быть, тоже приживутся в Ивановской области. Модные сегодня цельнозерновые сорта хлеба ивановцам понравились. По словам специалистов, такой продукт полезен для организма и почти безвреден для фигуры. Вот новые хлеба всем нравятся. Вот «Чемпион», сейчас вот шотландские хлебцы очень нравятся. Вкусные, не только вкусные, польза большая. Работоспособность организма повышается, и нервная система работа улучшается. Потому что большое содержание пищевых волокон, большое содержание витаминов. А это кондитерский цех. Самое сладкое и ароматное местечко производства. Полоски печенья, пирожные, эклеры. Настоящий рай для сладкоежек. Например, вот такой бисквитно-кремовый торт. На его приготовление уходит два дня. Сначала замешивается тесто, бисквит. Потом мы его выпекаем. Значит, бисквиты у нас различные. На этот торт у нас идет бисквит классический белый. Потом, значит, мы этот бисквит устужаем, нарезаем, делаем заготовочку. Заготовочку делают у нас отдельные производства, отдельные люди. Потом вот девочки-мастерицы украшают. Делают декор на торте. Торт «Сказка» – хит-продаж на местном рынке. Возможно, именно он окажется в воскресенье на столе у кого-то из наших телезрителей. Ведь даже самые серьезные и мужественные защитники Отечества любят полакомиться сладким. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.